Здесь, в штате Алакос, начинаются самые лучшие пляжи Бразилии. Бирюзовый океан и теплая вода. Но о пляжах позже, ведь до них мне еще предстояло доехать. Доброе утро! Один день отдохнув в городке Пенеду, я еду дальше, ближе к городу Масею. Столица штата Алакос. И сегодня тоже надо проехать довольно много, 120 километров, и из них часть, возможно, по пляжу. Надеюсь, сегодня заливать сильно не будет. Когда начинается дождь, первым делом, когда у тебя кожаный брукс, ты не закрываешь себя, а ставишь с велосипеда и закрываешь свое сиденье, чтобы оно не намокло. Вот так. Это я уже где-то почти два часа в пути, 28 километров проехал. Тут целый пейзаж, везде просто тростниковые поля. И вот там впереди завод, и даже не просто завод, а электростанция на тростнике. При этом вот довольно странно. Здесь рядом, здесь рядом эта река, куча этих гидроэлектростанций, которые пока говорят, что они вот столько вырабатывают. Настроили ветряков, у пляжа эти ветряки, у гидростанции ветряки. Куда вам столько энергии? Зачем вам еще и тростника еще сжечь? Ну, куда ты идет? Тут, казалось бы, дождь весь такой мокрый. Наверное, очень неприятно и противно, и мерзко. Но с учетом местности, где я нахожусь и погоды, что дождь это не так и страшно, не так и плохо. Было солнце жаркое, то мне было бы гораздо сложнее крутить, то есть тяжелее физически. Сейчас только полдесятого, наверное, но уже в 7 утра было жарко. Прям, не просто тепло, а ты чувствуешь, что тебя подпекает солнце в 7 утра. Здесь надо, чтобы словить утреннюю свежесть, надо в 5 часов поезжать, наверное. Так что, я еду и наслаждаюсь свежестью, утренней свежестью. О, кстати, хотел показать, уже третий раз вижу. Вот такие штуки, типа для внимания водителя, просто какой-то канат, просто резинка, просто резинка перебита шурупами во свальце. Смотрите, это не песок, это прям горе отработки тресняка и запах здесь как брагой, брагой пахнет. Но они вряд ли, ну, наверное, тоже может и спирт для алкоголя делают, для питья, но если вы не знаете, в Бразилии еще заправляют машинами алкоголем и атака. Какой-то резкий подъем, что он фура еле ползет. Вот такой вот подъем, но знаете, что интересно, гугл говорит, что почти ровно я составил маршрут до следующего города, 20 километров почти ровно. Чтобы у тебя такое было почти гугл, вот такое вот оно почти. Смотрите, здесь дым и, походу, еще какой-то один завод. И что интересно, вот целый канал и два канала. Здесь учет вода, такая вот пена. Здесь явно после производства алкоголя лишнее сливает. И тут запахан такой, ну, не совсем как навоз на поле вылили, но не очень приятно. И вот оно дальше идет, течет куда-то. Здесь асфальт новый, но без обочины. Вот, собственно, тростник. Как я уже говорил в другом видео, растет в раз в год, но его срезают, а потом он вырастает заново. И так несколько лет. То есть сажать не надо. Несколько лет подряд он сам вырастает. Ну, смотрите, навернулся тарелку за 3 доллара, 15 риалов. Опять дождь. Сейчас хочу показать ресторан. Здесь пирожки. Просто ходил за коже с высок. Смотрите. С мясом тут мало выбора. Точнее, оно есть, но как вам дороже. В общем, 3 доллара с одним кустом мяса небольшого. И чуть дороже, больше мяса, в общем. Зато вот здесь выбор салаты, арбузик и сколько хочешь. Прикольно. Сейчас вот сижу и ем, пытаюсь справиться с едой. И подходит работник. И у него на подносе такие мусы. Этот маракуйя и какой-то там еще красный был. Просто вот так вот принесли. Угощайтесь. Здесь тоже кушают. Приятный комплимент к обедам. Что же, вот и пляжик. Но что-то мне подсказывает, что сейчас вода высокая. И я там не проеду. Вдоль песчаных обрывов по пляжу. Сейчас просим у рыбака. Спекал печь? Спекал печь, да. И как имя это печь? Баги. Баги? Баги. Прикольно. Идите. Идите. Прикольно. А, я не могу сошел. Иди на баскал. Направлю. Огорь. 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 с обратной стороны только если заезжать но это уже будет поздно и потом дорога будет на возвышенности а пляж внизу за песчаными обрывами посмотрите как близко дом построили дома прям там какие-то ворота прям в океан и брызги летят входную дверь вот такая вот рыбацкая деревня здесь даже хаски есть у кого-то и там я приезжал народ вовсю играет футбол 4 часа дня у них уже 3 2 счет был то есть она на первый тайм же явно прошел свой распорядок дня у них может ждут отлива чтобы начать ловить или рано утром все там что-нибудь словит а потом свободных морской расклад уже 5 4 а было 32 по моему как они играют майках и без не вроде без мая только пара человек как они определяют кто за кого не знаю меня ждет подъемчик опять подъем и опять меня заклинила цепь на подъем не успел вообще ничего не подняться сейчас лучше пешком эти резкий подъем а сейчас такая зеленая равнина коровки на поле как будто не было этих резких холмов только что я ночевал в этом доме остановился здесь несколько дней здесь целая огромная резиденция но практически пока не заселенная очень много свободных участков и вот в центре тоже целых два спортивных клуба не зеркальный вот этот центральная улица и там три теннисных корта футбольная площадка тренажерный зал маленький бассейн вроде сауна и справа то же самое один в один футбольное поле теннисные корты и бассейн честно говоря и не не интересовался сколько это стоит думаю здесь не только земля дорогая хоть это в 30 километров столицы штата мосео штата логос но и само обслуживание охрана это все вот эти спорткомплексы и прочее думаю надо каждый месяц еще платить прилично и вот как видим здесь очень много пустоты еще а я щас выкатываю чтобы посетить эти песчаные склоны и пляж гунга который я проехал тогда когда ехал сюда и не посетил можно сейчас удастся проехать если там будет все за еду с обратной стороны и вода возможно будет не сильно высокая я смогу проехать какую-то часть по пляжу здесь небольшая обзорная площадочка чуть выше за 5 реалов смотреть на пальмы океана резкий спуск вниз и там вот вдали просвечивается принципе оттуда откуда я выезжал там залив реки точнее река выходит заодно залив у господь такой что я сейчас не выдержу тормоза нужна вторая рука казалось бы небольшой пляжик но тут вот парковка кстати платная и даже вот на автобусах приезжают хорошо хоть с людей еще деньги не берут за вход только за парковочку ничего себе это не суббота и воскресенье еще пятница но все полным полно людей в общем то вот там вот тянется большой природный барьер такой из-за этого вода здесь супер спокойно и поэтому здесь так много людей потому что можно здесь ми и те кто не любит волн но здесь вообще все в столиках в этих палатках зонтиках я же сейчас поеду вперед попробую добраться до песчаных скал я сделал слишком громкое заявление что я поеду потому что песок здесь очень мягкий и я проваливаюсь даже там где вода все равно проваливаюсь ну реально людей столько что я сомневаюсь что сегодня пятница стал сомневаться даже проверил нет ни суббота пятница люди отдыхают кстати у меня новый велокомпьютер я его уже давно заказал все руки не доходили поменять потому что старый уже там не срабатывал кнопки все поломались посмотрим сколько этот продержится чем ехать здесь никак не получается немножко еда потом застревает даже рядом с водой слишком какой-то мягкий песок тут вот удочек наставили там вообще в два ряда так и дорога вот там есть какая-то дорога сейчас посмотрим тут на всяких квадриках катаются не здесь все тоже здесь я точно не выйду на велосипеде живой что-то заснул парень где твоя защита почему ты не убегаешь в песок тут вон на вертолете летают вообще шикарный вид вода лазурная и вот и Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь база, речка И вот смотрите, смешно поставили качельки И три реала собирают За одного человека пять реалов за пару То есть человек целый день сидит, чтобы собрать копейки за качельки Это финальная точка на этих багах Люди почему-то лезут в реку, когда у них целый океан В пяти метрах отсюда Вот смотрите, я там ехал Там не было никаких парковок, ничего там не было Чистейший пляж Никаких мусорных Может совсем чуть-чуть, чтобы в глаза не бросалось Здесь же вот место, где есть люди Где приезжают люди Где есть работники Но эта часть самая засранная Может она здесь какая-то самая низкая, поэтому больше мусора выбивает Но что-то мне подсказывает Что они здесь деньги собирают А прибрать мусор как-то и не думают Эти же кокосы, это ж не с океана прибило Это здесь их выпили и выкинули рядом Вряд ли весь мусор с этого пляжа всего прибивает именно сюда, где речка Вот это что-то такое Сами работники, может, поели И пластиковая ракушка Засрали Возможно, да, сбивает с океана Но, честно говоря, тут день работы Убрать весь мусор хотя бы с крупного Ну, кому-то надо А вот назад что-то не получается ехать Иду пешком почти все время Попробовал немножко Да еще и без обуви На контактах с накладками тяжело начинать Посмотрите, какой здесь пир на весь мир Стрелятники пытаются вскрыть черепаху Смотрите, сколько их там Там штук 30 еще точно на дереве Сколько их много на одну черепашку Как они соблюдают очередь, кто будет первым ездить, непонятно Смотрите, там вдали, где эти столики, зонтики, куча народу А здесь Такой же пляж, но никого Вон только одна девушка И пара человек идет сюда Здесь тихо, спокойно Поплаваю здесь Перед уходом Итак, уже почти 10 вечера Мне пришлось сегодня покинуть тот дом Ну, я так уже там несколько дней провел Поэтому никаких проблем Все отлично, спасибо, помогли И вот здесь следующий городок И смотрите, какая здесь красота Следующий курортный городок, я бы сказал Брайе-де-Францессе Французский пляж В основном туристы Но здесь есть кемпинг И кемпинг 40 реалов А самый дешевый хостел 70 реалов То есть я думаю, за кемпинг платить 8 долларов 40 реалов Когда в самом городе Массио есть хостел и за 32, даже за 27 реалов Это слишком жирно Я сейчас пойду Прям вот недалеко В принципе, в пределах этого поселка Там насмотрел по карте Зона, пальмовая зона с пляжем Пойду сейчас ночевать туда Вот будет прикол Вот будет забавно, если и за 8 долларов меня ограбят Такой вот чисто курортный поселок И интересно, что на гугл карте было еще несколько кемпингов Но другие два были Точнее, их не было Они уже не существовали В целом, нормальное место Жилье здесь дороже, чем в других местах Но это понятно Потому что курорт Супермаркеты нормальные И я думаю, и поесть что-нибудь можно найти по адекватной цене Так, вот эта улица Справа по стройке А слева 400 метров Каких-то плантаций Или чего-то еще Здесь вот кемпинг недалеко И где-то здесь сейчас начнется тропинка Там дальше, если по улице ехать То она выйдет на основную трассу Смотрим, чтоб Блин, сзади машина Ладно, сейчас пропустим машину Что-то эта машина подозрительно медленно едет Я уже доехал до конца дороги, развернулся Она еще тащится Здесь этот кемпинг, но очень маленький Реально Мало места какого-то свободного Нет навесов Подожди Ого, я машину взяла и повернула Значит, надо проскакивать Значит, надо проскакивать там Потому что еще одна едет Здесь вот у нас съест В темноту Откуда бы знаю, я бы взял там табличку Сейчас мы сначала в темноте соскучим Доброе утро, ну-ка глянем В хорошем месте я поставил палатку Как удачно Я нашел это место Надеюсь Никого здесь нет на травке А удачно, потому что вот под деревом Вот мой велосипед Там идет тропинка И тут такая красота Птички На самом деле Я уже почти час назад проснулся Но интернет-то зло Достал телефон Начал всякие там смотреть сообщения И все прочее И ветка спасла меня от жары Думал, у палатки сейчас позавтракать Но, наверное, сейчас просто соберу все вещи И пойду прямо к пляжу И там позавтракаю Ночью еще раз был дождь Палатка немножко мокрая Я смотрю, здесь какие-то фруктики Манящие Я даже попробовал Там внутри белая Такая, ну, немного мякоти Большая косточка Ни сладкая, ни горькая Ничего Такой вкус простой Но я бы с удовольствием бы и поел бы этих ягод Но Что-то я опасаюсь последствий Погуглил Какие-то находятся Похожие Но Не точь-в-точь Пока не знаю А так они вот с росой Выглядят очень Аппетитно Аппетитно Такая вот белая мяка Смотри, ну В принципе, тут есть особо нечего Так что По вкусу норм Главное, чтобы потом не было реакции Больше есть не буду Толкаю велосипед по песку Поэтому такая позиция Ну, посмотрите Ночевал в палатке Непонятно где В каких-то кустах Для чего все это? Для чего все это? Это и вот такие страдания Ну, посмотрите Для чего все это? Реально супер пляж Сейчас я подойду поближе Там сейчас волны И серферы уже Там Седлают волну Но мне Не быстро Потому что Вот Тут песочек Это же прекрасно Как Как в ваших мечтах, да? Вот оно Вот оно Это место Шикарное Послушайте Как песок Хрустит Я реально Вспомнил Снег Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Немножко поплаваю И в город До новых встреч До новых Серий Оставляйте свои комментарии И ставьте лайки Удачи Ну Вчера купил фрукт Такой вот Сапоти Она же Сапотила Насколько известно Никогда не пробовал Вот решил попробовать Разрезал Хорошо, что никаких Косточек Но там одна была Так Всю мякоть Можно есть Но По вкусу Какой-то гибрид Хурмы С картошкой Ну или с картошкой Сладкой Такое Нормально Но Стоит 10 риалов За килограмм Поэтому есть Куча других фруктов За такую цену И ниже Субтитры Субтитры Субтитры